Добрый день! Сегодня я хотел бы вам показать некоторые программы, с которыми я работаю. Одна из них, эта программа называется Кала. Это одна из распространенных астрологических программ, которые используются в ведической астрологии, так как она полностью создана в соответствии с расчетами данных в Сурья-Сиданте. Сурья-Сиданте – это ведическое произведение, которое касается как раз ведической астрологии или космографии. И оно, как я уже объяснял в прошлой лекции об этом, то есть, что оно полностью базируется на лунном и солнечном цикле, то есть, все расчеты полностью соответствуют космическому положению планет в небе и их связью. Это программа, она показывает различные области жизни человека. Существует две основные окна. Вот это вот основное окно, оно называется Раши или Раши-чакра. В Раши-чакре показываются основные характеристики физического тела. То есть, основная карма связана с физическим присутствием личности в этом мире, то есть, его физическое тело, материальные элементы, планеты, дома и так далее. Существует, как вы видите, вот эти разные квадратики. Это, они называются дома или на санскрите они называются Раши. Их существует 12. Квадратик, который отмечен вот этой полосочкой, он называется Ашендент. То есть, это восходящий знак, когда в момент, когда человек родился и на востоке восходил знак. Вот это градусы, 15 градусов, 22 минуты. То есть, значит, что Дэва, этот знак Дэвы, он восходил как раз в это время и прошел 15 градусов, 29 минут. Существует 12 домов и каждый из домов отвечает за определенные вещи. Допустим, сегодня мы больше остановимся на домах, в нашем следующем уроке мы будем говорить о планетах. Ну, во-первых, это 12 знаков, то есть, это Дэва, Весы, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей, Рыбы, Овин, Телец, Близнецы, Рак и Лев. Первый дом, он отвечает за физическое тело, за эго человека, то есть, его личностное Я. То есть, его тело физическое и тонкое тело также. И как бы за все тело в целом. Второй дом, второй дом в ведической астрологии, он обычно отвечает за возможность заработка, то есть, деньги, которые приходят к человеку. Затем, то есть, это автоматически означает, что за его банковский счет. Что касается тела, то это лицо, и рот, и пища, которые человек себя подчивает. И также правый глаз. Третий дом, он отвечает за мужество, за интеллект, память, насколько человек образован. И также за оружие. То есть, или инструменты, которыми человек пользуется в своей жизни, или в работе, или в жизни. То есть, вообще. Четвертый дом, он отвечает за мать. То есть, где человек родился. За его место жительства. За его спокойствие ума. За его сердце. И также частная собственность. Пятый дом, он отвечает за его любовь, дети, мудрость, возможность иметь детей, эмоции. И первый ребенок. Шестой дом, он отвечает за врагов, за болезни, долги. Шесть основных недругов человека. Это зависть, злость, безумие и так далее. Потом госпитализации. И также возможность заключения в тюрьму. Седьмой дом, он отвечает за жену, за брак, за заграничные поездки. И также заграничные дела или бизнес, связанные с этим. И также за сексуальное удовлетворение. Восьмой дом, отвечает за продолжительность жизни, долготу жизни. Также отвечает за смерть, различные несчастные случаи, страх, мистицизм и гениталии, а также естественные болезни, связанные с ним, с гениталиями. Девятый дом, отвечает за, он называется на санкарите Багья, или дом, от которого мы получаем заработанную нами благочестивую карму с прошлой жизни. Называется Багья. И он, естественно, отвечает за наше прошлое, в то же самое время за нашу удачу, за отца, учителей, богатство и заграничные поездки. Десятый дом. Десятый дом, отвечает за профессию, во-первых, затем за славу, заграничные поездки, за гуру. Также является каракой или представителем отца и за политическую силу. Одиннадцатый дом, отвечает за желание человека, то есть, как проявляется желание человека в этой жизни. Также отвечает за легкий заработок, денег, за уши, то есть, что касается тела. И двенадцатый дом, он отвечает за наши ограничения, что нас ограничивает в этой жизни. То есть, где мы теряем. Также отвечает за госпиталь или больницу. И что касается тела, он отвечает за ступни, за ноги в целом. И то есть, через что человек теряет в его жизни. Естественно, все эти дома, они имеют различные уровни интерпретации. На физическом теле, в плане общества, в плане эмоций, в плане характера, в плане профессии и так далее. То есть, можно... Это своего рода как медовый торт. То есть, на каждом пласте можно высчитать и выяснить различные уровни или степени влияния планет в различных сферах жизни человека. Как раз в следующем уроке мы будем говорить о планетах. И я буду объяснять караки или значения планет, которые как раз говорят об этих вещах. Существуют различные типы гороскопов, естественно. То есть, различные типы построения чакр. Это южная чакра, которую мы используем. Она руговодится, мне кажется, Юпитером, если я не ошибаюсь. Ну, в одной из будущих лекций я как раз буду об этом говорить и показывать различные виды чакр.